Итак, как бороться с большими одноглавными книгами, которые не хочут читать ваше приложение для чтения книг? Первое, что нам потребуется для решения этой проблемы. В интернете есть такой проект, называется он Калибре. Вот он, проект. Это открытый проект с открытым исходным кодом, который позволяет создавать библиотеки книг на различных компьютерных платформах и конвертировать книги из одного формата в другой. Заходим на этот ресурс, идем в секцию загрузки и выбираем тот тип операционной системы, который у вас установлен. Например, это будет, допустим, Windows. Идем сюда и загружаем приложение Калибра. Инсталируем его на вашем компьютере. После установки на компьютере запускаем Калибры. Попадаем в такое вот окно. Перетаскиваем из вашего файлового менеджера drag-and-drop в вашу книгу проблемную. В моем случае это вот такая Алиса, которая оформлена как большая одноглавная книжка. Перетаскиваем ее сюда. Калибры импортируют. И появляется такая запись. Мы можем посмотреть, как выглядит эта книга в редакторе. Для этого заходим вот сюда. У нас открывается редактор. И мы видим, да, эта книга оформлена в виде одной большой главы. Вот эта глава. Вот так она отображается здесь. Соответственно, от начала и до конца это все. Один файл. Вот он. И это есть одна глава. Закрываем редактор. Теперь нам нужно сконвертировать эту книгу в правильный формат. Эта книга может быть любого формата, не обязательно EPUB, как в моем случае. А это может быть MOBI, PRC, EZV форматы. Выбираем нашу книгу. Вот таким образом. И нажимаем преобразовать. Открывается такой диалог. Входной формат EPUB. Ну, в вашем случае это может быть любой другой формат MOBI, PRC, EZV. А вот это вот важно. Выходной формат должен быть EPUB. То есть мы выбираем именно EPUB, как выходной формат. Практически это все. Ну, ради любопытства можно зайти сюда и увидеть такой параметр для настройки. Как раз вот установка этого параметра в стандартный размер, который рекомендует Adobe, 260 кБ, позволит разбить большую, одноглавную книгу на ряд небольших глав, с которыми будет нормально работать ваша программа для чтения. Все. Нажимаем ОК. И запускается процесс конвертации. Вот идет процесс конвертации. Все. Процесс завершен. Книга сконвертирована из оригинального EPUB-овского формата в новый формат. Он тоже EPUB, но уже многоглавный. Чтобы в этом убедиться, давайте мы откроем эту вновь созданную книжку. Сконвертирую опять в редакторе. Заходим. И что мы видим? У нас вместо одной главы содержится целая туча глав. В частности, 19 глав плюс обложка. Если мы эту главу откроем здесь, мы видим, что глава начинается и заканчивается здесь. Это глава обложки. Потом идет вот эта глава, тоже вторая обложка, потом идет оглавление, ну и так далее. Вот полноценная глава. Вот она начинается, вот она тут заканчивается. И такие главы 19. Все. Эта книжка в нормальном, правильном формате. Ее будет нормально обрабатывать ваша программа чтения. Закрываем. Теперь как забрать эту книгу на ваше устройство. Для этого идете вот сюда. Говорите открыть папку. И вы видите эту книгу здесь. Дальше эту книгу можно либо через iTunes, либо через облачный сервис втянуть в вашу программу чтения. Все. На этом проблема должна быть решена. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...